Привет молодые люди, меня зовут Эрик Шоков и сегодня речь пойдет про Danger Zone. Этот режим уже 2 года в CS GO и он не пользуется популярностью, давайте говорить по факту. Когда ты запускаешь в Danger Zone попадаются те же игроки, которые были в прошлой игре. Не из-за того, что это какой-то крутой подбор, а из-за того, что подбора просто нет. Игроков мало. В общем, давайте говорить о том, что этот режим не такой, как вы думаете. Я честно думал, что это дерьмо. Это неинтересно, это сделано плохо, но это все наоборот. Чтобы у вас появилось бы понимание о том, что это не то, о чем вы думали, я вам покажу просто вот этот фрагмент. О боже мой. Да, примерно такие вещи можно делать в этой игре. Летать по карте, уничтожать всех, просто используя такие вот пусты. И самое главное, это пустяк. То, что здесь можно делать еще, вы увидите в этом ролике. Оказывается, в этом режиме есть изображение кроссовок, которые помогают тебе убить игроков. То есть, 5 на 5 унижение, это убить с ножа. А в Danger Zone, это на него прыгнуть на голову и убить его таким образом. Я про это не знал. Для меня это было уже открытием. Я потратил 2 дня по 8 часов на этот режим. Я реально начал затрутить. Мне начало это нравиться. Серьезно, Danger Zone в моем понимании поменялся. Когда я узнал про сегодняшние фишки. Эта информация для меня оказалась максимально интересной. И самое главное, случайной. Поэтому я с вами ею делюсь. Это по факту очень для меня ценный материал. Раньше, когда я играл в Danger Zone, для меня это было скучно. Много было читеров. Я просто бегал, все были на земле и так далее. Но режиму исполнилось 2 года. И тут много чего изменилось. Что меня заставило вернуться. И он мне понравился вам серьезно. Если вы сейчас зайдете в Danger Zone, то вы увидите то, что некоторые люди летают по карте. И это самая главная фишка. Я сейчас зачитаю некоторые факты, фишки, лайфхаки из 2017 года. Да, они вернулись. Которые помогут вам понять, что тут вообще будет происходить в течение всего этого ролика. Давайте начнем с ранговой системы. Она тут самая недоработанная. Потому что тебя может повысить за 5 место и понизить за 2. Сразу говорю, на 2 звания тут не повышают и не понижают. Все это тебе кажется. Потому что ранги обновляются только после завершения игры. Поэтому и появляется у многих ощущение того, что такое происходит. Последнее звание. Это воющий вожак. Это отдельная тема для разговора. Некоторые выигрывали по 15-20 игр подряд. И только тогда им давали это звание. Он самый нестабильный и его очень легко потерять. Некоторые обладатели утверждают, что его легче апнуть без напарника, играя в соло. При старте игры есть 3 необходимые вещи, которые нужно найти. Либо заказать дроном, чтобы приступить к полетам по зоне. Первое. Броня. Второе. Оружие. Третье. Комплект мобильности. Если вы не находите броню или чем открыть ящик с ппшкой, в течение 30 секунд заказывайте дроном нож, а потом броню. По причине того, что многие игроки высокого уровня игры летают на толчковых минах, я рекомендую смотреть больше на небо, чем на землю. Нужно внимательно слушать, не раскрылся ли парашют за спиной. И нужно не забывать, что с мином вам могут прыгнуть на голову и без раскрытия парашюта. А это равняется смерть. Используя мины, можно облететь половину карты. Они дают больше экшена и азарта. Серьезно, когда я начал этим пользоваться, я по-настоящему полюбил этот режим. Если говорить про ошибки игроков, то они во многом заключаются в манерах игры. Например, высадка над лицом тиммейта. Нужно ходить друг от друга как минимум на расстоянии одного сектора карты, чтобы тиммейт мог помочь в случае необходимости, либо же спрятаться, чтобы заставить игру. Насчет карт в целом нет никакой разницы, но фрустбайт, зимняя карта, раздражает постоянными вылетами, багами и подобными рода проблемами. То есть, возможно, когда вы будете играть, вы вспомните мои слова. Фрустбайт очень часто вылетает при загрузке. В Данчерзон нет патруля, демки не записываются. Репорты еле-еле как кидаются. Поэтому шанс увидеть читера очень большой. Если вы будете тренироваться вот так вот на карте, то рано или поздно вы научитесь делать просто лютые прыжки, которые помогут вам загрузить свой скилл в раза три. Ну, понятное дело, в Данчерзон вы не сможете так прыгать без парашюта. А с парашютом сможете. Поэтому все опытные игроки прописывают вот эту команду, которая у вас на экране. Она отключает автоматическое включение парашюта. Поэтому после прописывания этой команды вы включаете его сами. К примеру, вы летаете по карте и в какой-то момент видите противника. Он находится вот здесь. Вы нажимаете на пробел и парашют раскрывается только в этот момент. Это очень удобно, поэтому это мастхэв для каждого летчика на этом режиме. Мы зашли на карту прямо сейчас. У нас есть полторы минуты выйти. И эта игра не зачитается. Если в чате сейчас появится информация, что зашел какой-то банджо, либо колокольчик, либо курица, в общем, замученный игрок, то вы можете спокойно выходить с этой карты. Потому что это, скорее всего, читер, которого зарепортили. Все игроки присоединились, матч начнется через 12 секунд. Здесь все спокойно. У вас вопрос, а кто со мной играет? Как понять? Где это пишется? Кто со мной играет? Все очень просто. Нажимаете начать голосование, выгнать игрока и открывается список игроков на этом сервере. Блокат надо выбрать сразу же, потому что вы ее просто потеряете. Найдите позицию, которая вам интересна, которую вы изучили, где хороший дроп, и просто падайте, поставьте там. Я беру экзопрыжки. Это моя такая фигня. Забудьте про нее. Опытные игроки берут бонус за разведку, либо за выживание. Они постоянно в игре. То есть, если вы умирете 40 раз, они останутся. Экзопрыжки на одну смерть, потом уже их не вернуть. Смотрите, 750 долларов. И вы думаете, откуда у меня такие деньги? Вы кидаете вот такую вот штуку, взрываете, и теперь она бесплатна. Ребята, это очень удобно. Вы видите сумку с деньгами? И, наверное, вы все нажимали просто на Е и вот так вот брали. Но нет, это не нужно делать, а вы просто ломаете, и деньги падают быстрее. Хэллоу. Хэллоу. Можешь ты ничего не говорить, боже? Почему я не могу ничего говорить? Ну, короче, только инфу, боже. Только инфу, хорошо. У тебя есть попут? У меня есть попут. У меня есть попут. Попут. Мину. И. И как-то так. Я фожу, что это было. Это пародия на хорошие прыжки, на самом деле. Поэтому я буду учиться. И совсем скоро вы увидите мой лучший скилл. Еще самое главное. Если вы убиваете своего тиммейта, он не возродится. А если вы убьете самого себя, вы не возродитесь. Это нужно... Но только так, конечно, чтобы... Да ладно! Слушай. Хорош. Ну вот, примерно вот так это работает. Я даже ничего не понял, что ты сделал. Смотри, сзади по карте. Вон, лишь на барже двое. Они безута. Смотри, как я сейчас с ним полечил. Ну или они слутом. Так, я у них... Заселись пока, может быть, я умру. Двое стоят просто вот так. Вот кинул метку. Над дроном прям. По дронам. Ого, Саде! Живи-живи-живи-живи-живи. Жива-жива-жива. Зачем-зади-зади-зади. Это летающий был? Да, это летающий. Слушай, ну такое раньше не было летающих так много. Но слабый говорит, это вот врачок, конечно. Да, просто меня весь убили. Тип, который убивал. Не, не. Вот поэтому... Да, не, не, это нормально. Да, просто сейчас мы будем ходить в разных местах. Смотри, вот я сейчас покажу на своем примере. Обычно вот так вычисляешь, где есть кто-нибудь. Ты вот так делаешь. Вот смотри. О боже мой. Контент хотел. А, вот эту штуку лучше не используй, когда летаешь. Но только тебя тормозить будет. Этот щит. О, он, он видел, видел. Последний щел остался вон-то где-то там. Попал один раз. У него скаут. Оскар. Хорошая. Гегг. Тя повысили, поздравляю. О, лис охотник один. Ха, шикарно. Ребят, начало. Слишком интересно, то есть когда ты вот так играешь. То есть ты тоже другая играет. Необычный. Да, да, да. Учет. Ай-яй-яй-яй. Нежи-нижи. Хороший. Еще тут. Найс. Хороший. Лучш. И все, последний где-то. А вот. Он у меня здесь. Отвлекательный. Найс. Хороший. Ну, слушай, видишь, уже понимаешь суть. Началки. Корявые. Корявые. Он бы умер бы и так бы. От себя. 0 пули. 2 хп. Ладно, там сложно было. У меня пуль не был. У меня понизил. Что за ровку? Вообще без понятия где. Ой. Повезло. Повезло. Повысило. Но я вообще. Повысило. Да. Нормально. Да. Нормальный парсиал. Ты придет. О, боже. Ты так вылетела. Ха-ха-ха. Хотя его может убьет. Можете даже не нужно. О, я прострелил просто дом. Ух, а получается. Да, да. Попал. Ай-яй-яй-яй. Вы еще и так плохо попадая. Второе место у нас. О, повысили. Кайф. Ты мне сейчас. Ты сейчас. Все игра. Скорее тебя зависит. У тебя оружие у тебя дроп. Хороший. Один справа от меня, а второй на крыше. Слева от меня. Он его увидит. Ау, ко мне домой поднялся. Ай-яй-яй-яй. О, там читер или что у меня очень красиво вели. Вон, а бы не хочешь, что ли? Да, 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 да. У него читает. А, это читер. Ну вот, добро пожаловать. Да, по факту, как я учусь. Убил челом. Крюку мне подарили. Хороший. Хороший. Представь 10-го. Ладно, поясните форум-карту бы собрались. О, боже, что это выиграли с бутинами. Я смотрю, ты уже пошел в соло их убивать. Ну, вроде удачно. Я смотрю, ты уже начинаешь справляться. Не, ну, слушай, я просто играю сейчас в таком стиле, который у меня был. Просто бежать и убивать. Убил вдалеке. Вижу, вижу, вижу. Не умирали. 51 хп снёс. Ну да, там где-то. Хороший. Ой, тут бома взрывается. Войди меня спас. Используйся точку, чтобы туда залезть. Куда? Хорошо. Сиди просто на вот этой штуке всю игру. Пробел нажми там. Все. Да, да. И теперь просто выстреливай туда. Ты можешь сам завернуть. Первый пошел. Я могу ничего не делать. Ты можешь сам закончить игру. Я убью того, кто рисуется. Я убью, я убью. У меня попроще будет. Не трать патрон. Не трать патрон лишний раз. Хорошо. Хотя, да. Хорош. Остальные перед тобой будут. Повернись сюда. Там скачь. Там скачь. По идее инфо у них и тебе только звук. Посмотри, посмотри, вышку, вышку, посмотри. Все, хорошо. Он не понимает, где-то вбивай, бивай. Он не фокусирует, где-то находишься. Обей, добей, пожалуйста. Руш, все, у тебя инфобу, последним просто контролем. Осторожно, у него винтовка может быть. Он полетел. На крыше, на крыше ты его слышал. На крыше этого. Ай-яй-яй. Ты его слышал. Повысили, повысили. Да? Ух, да, я его не слышал. Ой, сейчас попробую сделать тот самый трюк. На голову упасть. Да. Попробуй. Ну и на голову, а со спины просто. Я не положу, как следить. Улетит. Мне патроны заказали за камнем. Убил. Хорошо. Не повысило. Смотрите, сделал. Тапкому убил. Я тапкал. А ты. бери-бери ясно он горит он горит хорошо олитались да давай еще парочка давай давай сейчас не прилетит я может попробовать все и аккуратно игра по боже чего вот эти секретка у страны брена 32 добро пожаловать за этого кстати не навидят большинство ой-ой-ой-ой-ой 3 место теперь выиграет но как они выиграли нас такие не выигрываю я серый волк тебя да да это третье место это самое худшее к моя карта наверное за всю жизнь теперь не дались и дали дали серого такую позорную карту давай еще у меня нужно убить его убил его хорош у как же больно и обидно а это эти места в бак не второе на том уровне у меня пока нет воу 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 тебя стреляет чего к 1 килл такой главное вот сейчас почувствуешь эту штуку и пойдет смотри что второе необычно крысит вижу 2 убил и забил контейнер за белым да да и убил силос чего осталось попал и на этом моменте мы уже закончили играть потому что уже две ночи подряд по 8 часов это уже перебор поэтому полное прохождение до последнего звания ожидайте уже в ролике прошел полностью кс-го надеюсь то что информация в этом ролике для вас было полезно потому что для меня это просто цены очень ценный материал я его собирал 15 часов и в этом ролике я вам рассказал о нем очень кратко всем хороших каток в danger zone летайте учитесь делать это лучше и встретимся на одном сервере пока